В этом году в областном центре впервые запускается проект по набору в медицинский класс при поддержке правительства Магаданской области, Первого Московского государственного медицинского университета имени Сеченова и Министерства образования региона. Данный класс будет находиться в 14-й школе по улице Карла Маркса 68В. Цель этого класса подготовить детей к поступлению в высшие учебные учреждения для того, чтобы в дальнейшем они посвятили свою жизнь медицине. Вступительные испытания будут проводиться в форме онлайн-тестирования по биологии и химии на сайте МПГУ имени Сеченова. Уже сейчас родители могут приносить необходимые документы для зачисления в приемную школы и ожидать начала тестирования. По словам директора школы, будущая учебная программа очень интересная. Занятия будут проходить не только на базе школы, но и в различных практических лабораториях Кванториума. Есть договоренность с преподавателями Северо-Восточного государственного университета для того, чтобы в этом классе ввелся латинский язык. Учителя, которые будут вести биологию, химию, физику, пройдут стажировку при университете Сеченова. Сейчас в 14-й школе рабочие активно подготавливают кабинеты химии и биологии, чтобы придать им свежий вид и обновить их для будущих профильных классов. Кроме медицинского класса, школа также набирает гвардейский класс при поддержке Росгвардии и Федерального центра «Одаренные дети». В этот класс будут приниматься дети, которые хорошо учатся и имеют положительные характеристики, а также не имеющие ограничения по здоровью. Внеурочная деятельность в этом классе будет посвящена строевой подготовке, изучению устава, посещению стрельб и рукопашному бою. Для того, чтобы поступить в этот класс, не имеет значения пол-ребенка, то есть там смогут учиться как мальчики, так и девочки. Самое главное, что для медицинского класса, что и для гвардейского класса, это желание. Желание посвятить свою жизнь медицине, либо во втором случае гвардейского класса посвятить себя, либо службе в правоохранительных органах, в прокуратуре, в следственном комитете, на госслужбе. Вот такие интересные у нас проекты.